Здравствуйте, друзья! Это программа «Уютный дом». И сегодня в нашей квартире мы сделаем садик с домиком, дорожками и клумбами, только миниатюрный. Узнаем, какая обивочная ткань для мягкой мебели не впитывает влагу и неприятные запахи. А еще увидим, как с помощью обычной щетки можно преобразить стены в технике вельвет. Практически в каждой нашей программе мы рассказываем вам о различных отделочных материалах. И эта тема поистине неиссякаема. И сегодня речь пойдет о мозаике. С помощью разноцветных кусочков можно украсить не только помещение внутри дома, но и его стены. А еще из мозаики делают красивейшие панно, которые могут стать настоящим украшением вашего жилища. Мозаики уже более двух тысяч лет. Археологи до сих пор находят фрагменты панно и стен зданий, выложенных из разноцветных осколков. В современном мире мозаики также нашлось применение как во внутренней, так и во внешней отделке зданий. Популярность ее понятна, она красива и практична. Выложенные разноцветной мозаикой поверхности эффектно смотрятся и подчеркивают оригинальный вкус владельца. Мозаика бывает совершенно разная. То есть по материалу и каменная, и металлическая, и деревянная. Даже осколки какой-то керамики можно уже, если их скомпоновать грамотно, назвать это мозаикой. Мозаика прекрасно вписывается в любое помещение. В ванной комнате ей часто заменяют или дополняют керамическую плитку. В гостиной и коридоре выкладывают красивые панно и даже имитируют ковры на полу. На кухне выложенный мозаикой фартук визуально оживляет лаконичные шкафы и подчеркивает фактуру фасадов. Мозаика в интерьере выглядит роскошно, ведь изготавливается она из разноцветного стекла, смальты, мрамора и других каменных пород. Декорируется перламутром и имитацией золота. Вот здесь у нас представлены мозаики из разных материалов. Допустим, каменная мозаика используется оник, стеравертин, также сочетание. Можно использовать стеклянную мозаику плюс каменная. Это дает богатство фактур, то есть интерес уже. Допустим, здесь, как представленная каменная поверхность, она шершавая, грубая, как дополнение, можно сказать. Это представленная стеклянная мозаика, золотая, именно с блеском, то есть на грани фактур. А еще из разноцветных фрагментов собирают потрясающие картины. Это целое искусство, научиться которому можно в Италии. Панно из мозаики имитирует полотна известных художников, классические природные пейзажи, восточные ковры и даже сюжеты из комиксов. Художественная мозаика – это когда мастер, мозаичист берет палитру, так назовем, красок мозаичинок и начинает составлять художественный узор. Составить можно все, что угодно. От реалистичных работ, как репродукции мастеров, так до узоров, каких-то простых элементов. Все это будет очень удачно смотреться, если грамотно подобрано в интерьер. Если вы решили подчеркнуть интерьер с помощью мозаики, следуйте советам дизайнеров. Например, в кухне большого размера будут эффектно смотреться мраморные полы из мозаики или мраморной крошки. В гостиной пол можно выложить деревянной мозаикой из разных пород дерева. Отдельные фрагменты могут быть разного размера и оттенков. Большинство мозаик имеет ряд свойств, такие как морозостойкость, влагостойкость, что позволяет использовать практически в любых помещениях. Но есть особенности, допустим, как золото, фольгированное особенное, при высоких температурах, это как хамамы, лучше не использовать, потому что может материал и кислиться, и слезть, и тому подобное. С помощью мозаики можно скрыть мелкие погрешности, сгладить углы или неровности стен. Главное помнить, что всего должно быть в меру и придерживаться единого стиля в оформлении интерьера. А вот еще одно интересное декоративное покрытие для стен под названием вельвет. С помощью обычной щетки стены становятся похожи на ткань в мелкую полоску. Это будет еще эффектнее, если добавить немножко перламутрового блеска. Сегодня я расскажу вам, как с помощью обычной вот такой щетки можно сделать интересную фактуру. Для этого нам понадобится декоративная штукатурка, а техника будет называться вельвет. Сама декоративная штукатурка состоит из двух компонентов. Это краска обычная, заколированная в нужный цвет, который вы любите, и порошок. Еще идеально смотрятся трафареты на этой технике. Цвет фактуры зависит от цвета краски. На загрунтованную доску мы наносим краску. Краска служит подложкой, красим на один слой. Обязательно движения должны быть вертикальными. Пока сохнет досочка, мы можем замешать смесь. Мешается она из краски одной части и две части порошка. Состав должен напоминать густую сметану. Накатываем небольшую шубку вертикальными движениями. Потом берем пульверизатор и обязательно сбрызгиваем, чтобы щетка плавно скользила. Щетка тоже должна быть влажной. Плавно давим, сохраняя вертикаль. Прочесываем. Наш образец подсох. Сейчас мы будем проявлять фактуру с помощью жемчужных для зали. Я выбрала золотистый оттенок. Берем кисть и наносим на фактуру вертикальными движениями. Излишки убираем резиновым шпателем. И весь жемчужный материал остается в глубинках. Вот что у нас получилось. Легкий мерцающий эффект. А теперь отправляемся домой и приступаем к созданию мини-садика. Выбираем растения, подходящую форму, домик, лавочки и прочие элементы ландшафтного дизайна. Не забываем про фантазию и зовем на помощь всех членов семьи. Всем садоводам посвящается. Мне кажется, особенно актуально будет в зимнее время, когда в садах работы нет, а руки все-таки чешутся. И тогда мы вас пригласим домой, чтобы там сделать миниатюрный сад. Нина, здравствуй. Здравствуйте, Ольга. То есть у нас будет сегодня сад в миниатюре? Да, у нас будет именно небольшой участок сада, который мы можем перенести домой. Не только на зимнее время, но и на летнее. Как интересно. У нас будут здесь расти разные цветы и растения. Здесь будут расти натуральные растения, которые будут создавать эффект деревьев. Для нашего садика мы выбрали определенную емкость, которая напоминает натуральный срез дерева. Выбрали вот такой замечательный уютный домик. И выбрали вот такие растения. Натуральный это фикус. Угу. Это имени Наташа. А другие растения по имени Петя и Анастасия подойдут? При желании можно использовать все, что угодно. Вы же знаете, что у нас творчество не имеет границ. Хорошо. Так, еще что-нибудь пригодится нам? Обязательно нам нужно учитывать, что это все-таки сад в миниатюре. Мы должны для растения создать условия, в которых ему будет жить и существовать долгое время достаточно комфортно. Нам необходимо сделать систему дренажа. Дренаж мы обычно закладываем керамзитовый, как при посадке любых комнатных растений. Еще необходимо учитывать, в тех местах, которые мы определили для посадки наших импровизированных деревьев, уровень земли должен быть немного больше, чем во всем остальном нашем мини-садике. Потому что для развития корневой системы растения нужен больший объем земли. Еще один важный момент, это нам надо учитывать то место, откуда начинают рост наши корешки. Это место обязательно должно быть в земле, но не глубже того уровня, на котором оно было изначально посажено в том горшке, в котором вы приобрели растение. То есть заглублять ни в коем случае нельзя. Теперь мы высаживаем наше растение на выбранное место. Добавляем подготовленную почвосмесь. Это у нас питательный грунт, перемешанный с песком, с вермикулитом, для того, чтобы он был рыхлый. И растение в нем себя чувствовало очень комфортно. Как вы видите, Ольга, процесс очень творческий, поэтому очень полезно заниматься подобными вещами с детьми. Они могут проявить свою фантазию, сделать домики для своих сказочных персонажей и также в этот же момент учиться ухаживать за растениями. Ну хорошо, деревья мы высадили, а цветы у нас будут? Картошка, помидоры с огурцами. Может быть, все что угодно. Сейчас мы посмотрим дальше, что подойдет именно к нашему садику. Вы мне поможете определиться. Материала очень много, мы с вами сейчас все сделаем. Еще сама не знаю, что из этого всего получится в процессе. Главное, урожай потом поможешь собрать. Главное, когда вы будете задумываться над подобным творческим процессом, учитывать масштаб того, что вы хотите сделать. Сегодняшний вариант мы отталкивались все-таки от домика. И, соответственно, дома у нас заложились большие деревья возле дома. И тогда у нас, получается, все остальное должно быть достаточно миниатюрным. То есть, если это клумбы, они должны быть соизмеримы с уровнем дома. Посмотрите, у нас какая получается красота. Здесь у нас и мягкий мох, и цветочки, и ягоды потрясающие. Но, видимо, еще не все, да? Мы теперь приступаем к дорожке. Это что? Это кварцевый песок, декоративная отсыпка. Я выбрала для нашего мини-садика вот такой вот приятный красный оттенок, потому что у нас все-таки красный цвет присутствует. Попробуем, что из этого получится. Еще один, мне кажется, очень важный вопрос. Как за такими садиками ухаживать, Нин? Самое главное здесь содержать пропорции. Определенные растения достаточно быстро растут, поэтому нужно несколько раз в году их обрезать. То есть, формировать кровь, ну, что, в принципе, несложно. А поливать как можно? То есть, все пространство можно поливать водой? Вода может попадать абсолютно на все пространство, но, естественно, лучше, чтобы она попадала непосредственно на наши два растения, которые у нас большие и крупные деревья в нашем мини-садике. Та-дам! Вот что в итоге у нас сегодня получилось, Ольга. Нина, очень красиво! Спасибо тебе большое! А вот и наш первый житель. А теперь отправляемся на производство и увидим, как с помощью станков создаются красивые кованые изделия. Сегодня узнаем очень много интересного о ковке. Лично для меня стало открытием, что любой человек, который обладает навыками сварки, может буквально за полчаса создать, например, красивую кованую решетку. Что такое ковка? Я думаю, многим будет интересно. Ковка – это деформация металла посредством нанесения ударов по нему по заранее нагретой заготовке. Раньше, чтобы сделать то или иное изделие, либо заготовку, нужно было разжечь уголь. Раньше же все это делалось вручную. То есть становился кузнец, нагревал заготовку. По бокам стояли два молотобойца, таких называли, которые били по этой заготовке. Кузнец показывал, куда нужно бить, те били. То есть было задействовано минимум три человека. Потом со временем появились пневматические молоты, которые намного облегчили труд кузнецам. Но все равно это очень много затрат было. Вот сейчас это все намного проще стало с появлением специального оборудования для холодной ковки. Существует два вида ковки – холодная ковка и горячая ковка. Что такое горячая ковка, мы вам рассказали. Холодная ковка, она изготавливается на станках. Это пневматические станки, которые облегчают труд рабочему, ускоряют сам процесс изготовления элементов. Соответственно, с помощью этого метода можно изготавливать очень большое количество кованых элементов, из которых делаются заборы, ворота, решетки. Что будет на эскизе нарисовано, то можно будет изготовить на этих станках. Вот на этом примере мы можем увидеть, как изготовлена решетка методом холодной ковки. Здесь виноград, который продается в магазине. То есть листочки, которые продаются тоже в специализированном магазине. То есть вы можете зайти в интернет, если вам интересна эта тема, если вы хотя бы минимальными знаниями владеете сваркой, вы с легкостью можете сварить такую решетку. Сейчас мы с вами можем пройти, посмотреть, как можно изготовить кованые элементы на специальном оборудовании. Сейчас мы вам покажем, как изготавливается кованая решетка по эскизу. Будем изготавливать элементы кованые методом нагрева и прокатки на станке. Вот ставятся такие улитки, с помощью которых мы будем изготавливать будущую заготовку. Вот такой вот элемент получается. Минимум усилий, максимум производительности. За счет такого станка облегчается труд рабочего, соответственно, становится ниже цена, высокое качество остается и скорость изготовления увеличивается в разы. Если раньше по времени нужно было затратить, например, на решетку около дня, около двух дней, то сейчас это можно сделать за час, за два часа. То есть минимальное количество времени тратится на это. Вот видите, за короткий промежуток времени готова решетка уже, которая пойдет либо на оконную решетку, либо на дверную решетку, которая идет со стеклопакетом. Сейчас мы вам покажем, как изготавливается ажурная полоса методом прокатки через вальцы. Вот такой вот рисунок появляется. Следующий наш сюжет будет особенно интересен тем, кто находится в поисках нового дивана. Узнаем, какие обивочные ткани не впитывают влагу и неприятные запахи, при этом шикарно выглядят и недорого стоят. Многие выбирают мягкую мебель по одюшке. Красивая обивка привлекает взгляд и способна замаскировать несовершенную конструкцию дивана или кресел. Но в чем же истинная привлекательность обивочной ткани? Профессионалы сходятся во мнении, что для ежедневного использования лучше выбирать практичные ткани нейтральных цветов. В этом случае мягкая мебель отлично впишется в любой интерьер и прослужит вам долгие годы. В первую очередь мы всегда, любой человек, обращает внимание на комфорт ткани и на ее долговечность. Это два критерия, которые для нас очень важны. Комфорт ткани зависит от ее натуральности, от ее экологичности. Ну и от этого зависит ее безопасность для использования в быту. Комфорт ткани мы можем определить на ощупь и прочитав состав ткани. Если говорить про долговечность ткани, то есть в мире определенные тесты по устойчивости ткани к истиранию. Например, самый популярный тест – это тест Мартиндейла, когда берется отрезок ткани, который помещается на жесткую поверхность, и сверху он производится круговыми движениями в виде восьмерки трения другой ткани. В основном это шерсть, как правило. Сколько циклов, сколько движений прошло, это определяет устойчивость ткани к истиранию. Также в таких таблицах можно понять по другим свойствам ткани. Это устойчивость к свету, устойчивость к теплу, пилингуемость тканей. То есть когда на ткани при ее использовании образуются катышки. То есть если уровень пилинга выше, то катышек не будет при использовании. Помните простое, но очень важное правило. Чем плотнее и толще обивочная ткань, тем она надежнее. А дальше дело вкуса. Ворсовые ткани, такие как велюр или флок, приятны на ощупь, практичны и прочны. Однако велюр нельзя подвергать влажной чистке, а флок быстро впитывает различные запахи. Если говорить о безворсовых тканях, то жаккард, например, не боится влаги, не выгорает, имеет большую цветовую гамму. Скотчгард пропитывают специальными грязеотталкивающими составами, благодаря чему ему не страшны влага, пыль и жир. Еще один популярный вариант обивки – это искусственная или эко-кожа. Она не боится влаги, долговечна и проста в уходе. Однако горючая, легко царапается острыми предметами, не дышит и может трескаться. Многие ткани производители обрабатывают специальными составами, благодаря чему они отлично противостоят самым разным загрязнениям. Существует на рынке большой выбор тканей, которые есть с определенными покрытиями. Эти покрытия не пропускают пыль, влагу, различные жидкости, либо масла. И достаточно легко чистятся. Сейчас можно провести небольшой эксперимент, как ведет жидкость себя именно на такой ткани. Мы наливаем воду на диван в тканевом покрытии, и она очень легко скатывается. Либо мы можем ее смакнуть рукой. Для сравнения мы можем посмотреть, как ведет себя жидкость на других тканях, которые уже без пропитки. Берем образец ткани и выливаем туда воду. Она впитывается просто моментально. Любая обивочная ткань требует адекватного ухода. В зависимости от ее характеристик, выбирайте сухую или влажную чистку. И помните, что нет пятен, от которых нельзя избавиться. Если у нас произошло чрезвычайное происшествие, мы что-то пролили на ткань, то не нужно паниковать, не нужно тереть ткань. Нужно промокнуть ее сначала сухой тряпочкой, убрать загрязнение, легкими похлопывающими движениями. Дальше, если это ворсистая ткань, например, велюр, либо шинил, то мы дожидаемся, когда пятно высохнет, и убираем его, счищаем мягкой щеточкой. Либо мы можем на другой, на неворсистой ткани, которая с ровным покрытием, мы влажной тряпочкой с мыльным раствором его убираем легкими прихлопывающими движениями от края пятна к центру, чтобы у нас пятно не было цириола. Подводя итог, скажем, не экономьте на ткани для мягкой мебели. Плотная обивка из натуральных волокон будет, конечно, дороже тонких синтетических аналогов, зато и прослужит вам в разы дольше, сохранив изначальный красивый внешний вид. Мой соведущий Евгений Севряков не сидит без дела и каждый раз мастерит что-то своими руками. Сегодня он научит вас собирать оконные блоки. В нашей программе рубрика «Дело мастера». Здравствуйте, друзья! И сегодня мы поговорим о том, как поэтапно собрать вот такой оконный блок, который пригодится вам для установки в любую дачную постройку. Ну что, переодеваемся и за работу! Поехали! Все, что вам может понадобиться для этой работы – вот такая сосновая доска, которую вы можете приобрести в любом строительном магазине, и небольшая горстка саморезов. Наша доска по сравнению с образцом немного великовата, поэтому ширину нашей доски придется уменьшить. Для данной операции воспользуемся циркулярной пилой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы видите, у данной конструкции имеется вот такой выступ по периметру. Необходим он для того, чтобы оконная рама более плотно прилегала к блоку. И сейчас с нашим бруском мы проделаем то же самое, выбрав вот эту часть массива. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нашу заготовку мы немного обработали рубанком. И теперь приступаем к разметке необходимых нам отрезков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, четыре заготовки у нас есть. Остается только сделать спил под углом 45 градусов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, рама у нас готова. Все, что нам остается, это закрутить по паре саморезов в каждый торец. Для того, чтобы закрутить саморезы, воспользуемся либо шуруповертом, либо вот такой дрелью на малых оборотах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оконный блок у нас собран. Точно таким же способом собирается и оконная рама. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готовую раму мы обрабатываем либо антисептиком, либо покрываем каким-то лаком. Прикручиваем петли и по необходимости шпингалет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сборка этого оконного блока заняла у нас совсем немного времени. Я думаю, что и вам под силу будет справиться с этой простой задачей. А с вами было Дело Мастера. Пока! На сегодня, друзья, это все. Увидимся ровно через неделю в уютном доме на ОТВ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова